Детскую поликлинику в Сарове сдадут не раньше 2022 года. С таким заявлением выступил Денис Москвин во время визита в наш город 5 февраля. Вместе с главой города Алексеем Сафоновым Денис Павлович посетил проблемный объект. Напомним, стройку заморозили этой зимой и пообщался с представителями клинической больницы номер 50. Старую поликлинику сремонтировали во время альтернативной здания. Там ни физиокабинетов, ничего пока у нас с вами нет. Стройка остановилась. Площадь будущей поликлиники 8 тысяч квадратных метров. Из федерального бюджета на ее строительство и закупку оборудования заложено более 1 миллиарда рублей. Сдать должны были летом 2021 года. Но все замерло на уровне фундамента. Как заверил Денис Москвин, проблемы занимаются и на региональном, и на федеральном уровне. Абсолютно уверен, что сейчас все те сложности организационные, которые возникли у ФМБА, как у основного заказчика, объект это, повторюсь, крайне чувствительный, важнейший. И задача абсолютно всех органов уровней власти, и муниципальной, и региональной, и федеральной, сделать все возможное для того, чтобы он как можно скорее появился качественным. Потому что без этого объекта сложно себе представить улучшение медицины в городе Саров. Также во время визита депутата речь в очередной раз зашла о ФОКе. Напомним, его обещали построить еще при губернаторе Шанцеве. Но сроки каждый раз сдвигали. Сейчас вообще конкретных дат никто не решится назвать. Пандемия внесла коррективы, денег в бюджете региона на все не хватает. Потребность и необходимость строительства объектов в Сарове признана главной внутри Нижегородской области. Это должно означать, что первый ФОК, который будет строиться за бюджетный счет, будет и должен быть построен в Сарове. По крайней мере, именно такие пояснения мне дали в Министерство спорта на Нижегородской области. Присутствующий на встрече Алексей Сафонов рассказал, что администрация Сарова подготовила обращение к губернатору по поводу строительства ФОКа. Так что, возможно, в скором времени дело сдвинется с мертвой точки. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Три категории школьников обеспечивают горячим питанием за счет бюджета. Завтраками кормят учеников начальных классов. Воспитанники школы-интерната номер один, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получают двухразовое бесплатное питание. На эти цели из бюджетов разного уровня тратят около 52 миллионов рублей. Питание иных категорий школьников оплачивают родители по желанию. Бесплатными завтраками и обедами пользуются порядка 80% учеников, которые не попадают под категорию бесплатных завтраков, обедов. Поэтому я считаю, что здесь достаточно значительное бюджетное обеспечение, там вопросы есть, и возвращаться к этому вопросу как бы не совсем уместно и правильно. В декабре прошлого года депутат Михаил Савинов внес поправку в бюджет города и предложил обеспечить горячими завтраками бесплатно всех школьников и увеличить базу учащихся, которые имеют право на бесплатные обеды. Напомним, в Сарове завтраками кормили всех школьников с 90-х годов, но пару лет назад пришлось отказаться от этой практики. В 2018 году вышло 232-е постановление правительства, согласно которому муниципалитет не может финансировать расходы, не относящиеся к вопросам местного значения. И Минфин нам сказал прямым текстом, коль уж вы дотационные на 70%, а мы глубоко дотационные в рамках федерального законодательства, так уж получается, то, пожалуйста, не берите на себя те финансовые обязательства, которые законом явно не предусмотрены. Если бы оплата завтраков всем школьникам из местного бюджета продолжилась, Минфин мог сократить все субсидии и дотации города в двойном размере, пока не существует механизмов, которые бы позволили только Сарову бесплатно кормить детей в школах. Также депутаты обсудили вопрос с льготами ветеранам труда. В 2017 году в Нижегородской области была введена верхняя планка дохода, критерий нуждаемости. И теперь, когда ветеран труда достигает этой планки, он лишается льгот по оплате услуг ЖКХ и других. Пострадали от этой меры в основном пенсионеры нашего города, потому что ветеранов атомной энергетики и промышленности переравняли к ветеранам труда. Пока не был введен критерий нуждаемости, они все у нас доплату как ветеран труда получали и компенсацию за ЖКХ. Ну, там от тысячи до полутора тысяч рублей, в общем-то, была такая сумма. Но когда критерий нуждаемости у нас появился, то есть у тех, кого доходы выше 24,662 рубля, то есть это пенсия, и если человек работает, то им выплаты прекращаются. Ветераны неоднократно писали письма и обращения, чтобы вернуть свои льготы. Сейчас депутаты решили создать рабочую группу, детально проработать этот вопрос и выйти законодательной инициативой. Один из вариантов – ввести плавную шкалу перехода и уменьшать льготы соразмерно. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. С начала года заболеваемость в нашем городе ощутимо снизилась. Третью ковидную волну специалисты ожидают в апреле, поэтому сейчас перед медиками стоит задача привить максимальное количество саровчан. На круглом столе депутаты городской думы вместе с руководством клинической больницы номер 50 обсудили вопросы по вакцинации и огласили ее текущие результаты. Вакцинация идет полным кодом. Желающие привиться, к счастью, в нашем городе есть. Привиты уже на сегодняшний момент 1619 человек. Из них 143 привиты уже вторым компонентом. Второй компонент прививается через 21 день. Это обязательные условия вакцинации данной вакцины. Прививают пациентов препаратом гам-ковид-вак. Его особенность в том, что один флакон рассчитан на 5 человек. Хранится он при температуре минус 18 градусов. После того, как медики разморозили вакцину, у них есть 30 минут, чтобы ее ввести. Поэтому желающих сделать прививку записывают строго по телефону. Здесь касается особенностей введения этого препарата, что надо 5 человек, чтобы были 5 человек. Если человек будет записываться электронно, он будет записываться туда, куда ему удобно. Мы можем просто не набрать то количество нужно, пятерок, который будет. У пациентов, которые уже сделали прививку, осложнений не было. В первые дни могли возникнуть только гриппоподобные симптомы, которые сходили на нет через пару дней. Только в первой поликлинике каждый день на вакцинацию записываются от 80 до 100 человек. Не прививают несовершеннолетних, беременных, людей с острыми заболеваниями, а также тех, кто меньше полугода назад переболел ковидом. Из-за того, что пациенты до и после введения вакцины находятся под присмотром медиков, возможности прививать иногородних у специалистов нет. Вопрос также остро стоит в отношении военнослужащих. Минздрав России им хочет выделить где-то тысячу доз. Они их принять не могут. У них нет лицензии на вакцинацию. И ближайший их госпиталь находится 700 километров отсюда. Это Кирово. Поэтому здесь перед нами наверняка будет стоять еще одна задача – принять их вакцину и думать, как их вакцинировать еще. Врачи делают акцент на том, что в апреле третья волна ковида может совпасть с сезонной вспышкой гриппа. Наложение одного вируса на другой может привести к высокой смертности и тяжелым осложнениям. Поэтому важно вакцинироваться и делать это вовремя. Прививаться от двух вирусов одновременно нельзя. Разрыв должен быть не меньше месяца. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Помочь школьникам подготовиться к предметным олимпиадам различного уровня. Это основная цель зимней физико-математической школы, которая каждый год собирает самых способных и умных детей нашего города. Обычно к ребятам приезжают преподаватели, читают лекции, проводят семинары. Но в этом году пришлось перенести обучение в онлайн. Проходила зимняя физико-математическая школа в рамках образовательного проекта Ядерного центра «Молодые таланты Сарова». В нем участвуют в этом турнире дети, которые отбираются из групп постоянно, на постоянной основе, на регулярной основе участвующих в этом проекте. Но в связи с тем, что у нас были исключительные условия, когда дети были на дистанционке, мы дали шанс не только тем, кто участвует на постоянной основе в проекте, но и дополнительно для других школьников. И все, кто выразил желание участвовать в этом проекте, все были приняты. После нескольких дней интенсивных занятий для детей провели Олимпиады. Традиционно на них побеждают ученики лицеев и гимназий, но в этом году хорошо себя показали и ребята из других образовательных организаций. Очень усердные участники турниров из 10, 14 и 17 школ, которые вошли в число победителей призеров. Мне кажется, это наиболее отличительная черта этого турнира. Ну и, собственно говоря, это новые ребята, которые редко появляются в списках победителей призеров. Дипломы победителей и призеров, а также сертификаты участников передадут в образовательной организации. Впереди у ребят летняя физико-математическая школа. Скорее всего, она также пройдет в онлайн-формате. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 183 социальных контракта заключили в Сарове в 2020 году в рамках пилотного проекта по повышению доходов населения и снижению бедности. На эти цели потрачено более 11,5 миллионов рублей. Поддержку получили саровчане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, те, кому было необходимо профессиональное обучение, временно нетрудоспособные, граждане, которые ухаживали за инвалидом или маленьким ребенком. Соцконтракт заключают, если граждане имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в регионе. Это не материальная помощь, это вид государственной поддержки, направленной именно на содействие человеку по выходу из трудной жизненной ситуации и бедности. Социальный контракт заключается между... Это двухсторонний договор. Он заключается между гражданином и управлением социальной защиты населения, по которому гражданин обязается выполнять условия и мероприятия, программы социальной адаптации, которая является неотъемлемой частью социального контракта. Управление социальной защиты ежемесячно выплачивает сумму в размере 11 248 рублей. Управление социальной защиты обязательство выполнило в полном объеме, но со своей стороны не у всех граждан получилось достичь результата. Например, с 68 социальных контрактов по поиску работы и трудоустройству эффективными оказались 34. То есть 34 гражданина смогли найти работу и получить постоянный источник дохода. Что касается остальных, то по условиям контракта теперь специалисты соцзащиты три года будут мониторить ситуации в семье, чтобы понять, что мешает выйти из бедности. Мы, это глаза и руки правительства Нижегородской области, должны понять, что происходит с населением, почему люди заключили социальный контракт на поиск работы и все-таки эту работу не смогли найти. Или смогли найти. Но уровень их заработной платы не позволяет им выйти из бедности. За соцконтрактами по трудной жизненной ситуации обратились в основном мамы, которые ухаживали за детьми от полутора до трех лет и ждали путевку в детский сад. Граждане, которые долго болели, но при этом не имели инвалидности. Но и после того, как человек уходит на работу, специалисты еще три месяца наблюдают за развитием ситуации. И если денег все равно семье не хватает, контракт могут продлить. По каждому гражданину, каждой семье, которая обращается за помощью, проводит глубокий подробный анализ. Также социальные контракты заключили три индивидуальных предпринимателя. Это гражданин малоимущий, малообеспеченный, имеющий средний доход, среднедушевой доход в семье или у него у самого ниже величины прожиточного минимума установленного правительства Нижегородской области, осуществляющего мероприятия по реализации индивидуальной предпринимательской деятельности или являющимся самозанятой. В 250 тысяч такая материальная помощь на основании социального контракта была оказана трём гражданам у нас в городе, подавшим заявление на её оказание на приобретение основных средств. То есть эти деньги нельзя потратить, например, на рекламу или ремонт. На них можно только закупить необходимое для работы оборудование. При этом, если предприниматель не смог развить бизнес и получать доход, то деньги он обязан вернуть. Социальный контракт продолжают заключать и в этом году. Все подробности можно узнать у специалистов Управления социальной защиты населения. Екатерина Опёнова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Операция «Больничная палата» и страшный диагноз. Крупноклеточная лимфома с вовлечением переднего средостения легких перикарда-селезенки. Два с половиной года назад жизнь Анны Комаровой была под угрозой. Опухоль очень большая. Она, во-первых, находилась в средостении, вот здесь, то есть задевала все жизненно важные органы, предсердия, легкие, проникала в селезенку. И потом я позже общалась с врачом, который делал мне операцию. Мне там ломали ребра, чтобы все это посмотреть внутри. Была тяжелая операция. В одной руке пульт, чтобы вызвать медсестру, в другой установка для капельницы, с которой она гуляла по больничным коридорам. Не все же время лежать в палате. На полгода домом для Анны стала московская клиника. Шесть курсов химии, восемнадцать лучевых терапий. Пришлось сбрить шикарные волосы. У меня была красная химия. Ее переносить было, конечно, тяжело. Но, тем не менее, все возможно. Когда ты веришь в себя, когда ты чувствуешь, что ты справишься, когда ты себя подбадриваешь и видишь людей вокруг, ищешь примеры каких-то людей, которым получилось выздороветь, то все проходит гораздо легче. Истории своего выздоровления Анна делится в социальных сетях, чтобы своим примером показать, что все возможно, если ты веришь в себя, если тебя поддерживают близкие люди. Прогнозы врачей говорят хорошие. У меня организм крепкий, молодой и хороший настрой. Говорят, что 80% ремиссия. Как призналась девушка, начать рассказывать о болезни было сложно. Но первые же посты показали, насколько мощной может быть психологическая поддержка и помощь людей. До болезни Анна жила на Дальнем Востоке. Сейчас в Москве. К Сарову она не имеет никакого отношения. Но это и не важно. В день борьбы с раком мы хотим показать счастливые истории выздоровления. Призвать тех, кто сейчас борется с этим заболеванием, быть открытыми для общения, для помощи и поддержки. Если ты расскажешь об этом, не произойдет ничего плохого. Люди вокруг добрые, они поддерживают тебя. И это только поможет тебе справиться. Во-первых, держать в себе эти эмоции – это уже плохо. Во-вторых, действительно, очень многие хотят помочь. Мне приходили сотни сообщений в день. Не было ни одного упрёка, ничего вообще. Все только спрашивали, как тебе помочь, что для тебя сделать. Вот есть контакты. Обрати сюда. Я вот это прошёл. Вот посмотри вот этого человека. И так далее. Я-то получила такую мощную поддержку. И вся эта поддержка была на протяжении моего лечения, что это очень сильно мне помогло. Поэтому я крайне рекомендую не бояться рассказывать. В марте 2019 года врачи сказали, что рак начал слабеть и наступает ремиссия. Оглядываясь назад, Анна понимает, что не просто так сбунтовался организм. И нужно искать причины появления злокачественной опухоли. Рак разделил её жизнь на до и после. До было классно. Но и сейчас у Ани не менее яркая жизнь. В качестве модели её пригласили сотрудничать топовые фотографы. Удалось даже попасть на страницы зарубежных журналов. Елена Грицкова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Карман, наполнитель, пелёнки для щенков. Студенты Саровского политехнического техникума имени Музрукова уже собрали с полдюжины пакетов для пушистых обитателей приёмника. Благотворительную акцию в поддержку безнадзорных животных участники волонтёрского объединения «Феникс» решили приурочить ко дню снятия блокады Ленинграда. На это ребят и их куратор Евгению Пузырёву вдохновила история кота-блокадника Максима. Находясь на грани голодной смерти, он забрался в клетку и калачиком свернулся вокруг некогда заклятого врага, попугая Жака, пытаясь передать ему частичку своего угасающего тепла. Он прошёл всю блокаду вместе со своими хозяевами, они ему сохранили жизнь. Это вообще большое достижение в таких страшных условиях, в которых они были. Вот, и он прожил 20 лет и, в общем-то, умер от старости в любящей семье. На призыв помочь животным из городского приёмника откликнулись десятки студентов Саровского политеха. Одни несли корм, другие приобрели средства по уходу за питомцами, кто-то помог закупить медицинские препараты, без которых тоже не обойтись, когда собаку или кошку берут с улицы. Все они люди с активной жизненной позиции, как, например, Артём Шевков. Ёноши не только регулярно участвуют в благотворительных акциях, которые проходят в СПТ, но и трудятся помощником депутата, помогая решать проблемы жителей округа. И сейчас тоже решил не оставаться в стороне. Я узнал об этой акции именно в техникуме. Сейчас достаточно много бездомных животных. Я считаю, что приюту должны также выделяться деньги на все эти корма, но, естественно, всего этого не хватает, поэтому люди своими силами должны именно вот помогать приюту. И это всё делается от души, всё за свой счёт. Как и любое другое начинание, благотворительная акция «Хвост пистолетом» требовала серьёзной подготовительной работы. Первым делом надо было донести информацию до максимально широкой аудитории. Всё просто. Чем больше студентов, преподавателей и их близких узнает о том, что идёт сбор, тем увесистей будут посылки, которые получит приёмник. Судя по тому, сколько пакетов увидела наша съёмочная группа, ребята отлично справились с заданием. Я ходила по классам, рассказывала учащимся про эту акцию. Также мы публикуем записи в интернете, в социальных сетях различных. Везде всё рассказываем. Так как акция уже проходила до этого много раз, и как бы все студенты были знакомы с ней, и было нетрудно объяснять. Сбор, который организовали в волонтёрском объединении «Феникс» Саровского политеха, завершился в конце минувшей недели. Со дня на день подарки отправят в приёмник для безнадзорных животных. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Специалисты подсчитали, что человек употребляет нецензурные выражения в среднем 230 тысяч раз в течение жизни, хотя их всего-то 16 тысяч. Мат – это неоднозначное языковое явление. С одной стороны, использование нецензурных слов и выражений обществом не приветствуется. С другой – есть жанры, где эстетически нагруженная матерная лексика может быть коммуникативно оправдана. Например, анекдоты. Между тем, матерные слова подвергают тщательному изучению и даже составляют словари. В читальном зале библиотеки имени Маяковского есть один экземпляр русской заветной идиоматики Василия Буя. В словаре описаны около тысячи устойчивых выражений, содержащих в своём составе неприличные в широком понимании лексемы. Сам автор подчеркивал, что список выражений неполный, так как в словарь включили только те идиомы, которые были зафиксированы в доступных на тот момент письменных источниках. И всё-таки использование ненормативной лексики – это моветон для культурного человека. Борьбу с бранными словами ведут с переменным успехом во всём мире. Созывают комитеты, изучают возможные пути решения проблемы. Но искоренение мата – сложная задача. Как говорят психологи, если человек сам не захочет избавиться от употребления неприличных выражений, то никто его не сможет заставить. Если же ты действительно хочешь это поменять, обратись к специалисту, если тебе это сложно сделать, прям сложно, вы проработаете эту ситуацию, разберёте её на мелкие-мелкие детали, составите какой-то определённый план, как ты будешь реагировать на определённые ситуации, и постарайтесь эту ситуацию изменить. Сколько времени это займёт? Это может занять годы. По данным опроса, Всероссийским центром изучения общественного мнения лишь треть россиян никогда не употребляет в речи нецензурные выражения. Саровчане тоже стараются ограничить свои речи бранные слова. Пугаетесь в жизни матом? Как вы к этому относитесь? Конечно. Бывает. Лично я негативно отношусь к нецензурным выражениям, но никак не могу, к сожалению, перестать их использовать в своей повседневной речи. А синонимы не пробовали подбирать? Пробовала, но это скорее очень экспрессивные выражения, которые ничем нельзя заменить. Не употребляю. Ни сама, ни своим ученикам, ни близким, никому не позволяла, и никто в моём присутствии никогда не выражался. 1 февраля вступила в силу новая редакция закона об информации, информационных технологиях и защите информации. Теперь администраторы соцсетей и видеохостингов должны выявлять и блокировать СМАТ. Новый закон не отменил старые. За нецензурную брань в общественных местах предусмотрен штраф до 15 минимальных размеров оплаты труда или до 15 суток ареста. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Мы находимся в актовом зале Саровской православной гимназии, но сейчас его не отличить от учебного класса любой воинской части. Над сценой висит знамя. Столы вдоль стен заполняют макеты стрелкового оружия. А центральный стенд и вовсе как будто привезли прямиком с выставки вооружённых сил. Чего там только нет. От противогазов, металлоискателей до мин и огнемётов. Получив предложение создать в гимназии военно-патриотический клуб Павел Наваев, вместе со своими единомышленниками из общественной организации ветеранов города Сарова воин, не стал откладывать дело в долгий ящик. И сейчас на своих экранах вы видите первые ростки будущих начинаний. Здесь на территории православной гимназии мы организовали некий такой военно-спортивный праздник от обаточной солдаты, где ребята своими глазами могут посмотреть на вооружение, спецсредства современных вооружённых сил, узнать, что такое армия, узнать про воинские специальности, военные профессии, попробовать самим поразбирать автомат Калашникова, пострелять. Урок ещё не начался, ребята вовсю косят глазами в сторону амуниции. Но, как и на обычном занятии, сначала теория. Что такое армия? Какие существуют виды и рода войск? В чём их задачи и где они базируются? Закрепить военную азбуку помогает небольшая викторина, где, проявив немного смекалки, нужно угадать зашифрованное слово. Награда за правильный ответ – погон курсанта. Впереди самое интересное. Обступив стол, дети изучают вещевые мешки из разных эпох. Ручной противотанковый гранатомёт «Муха», который сначала назвали «Базукой». И «Муху» побольше – реактивный пехотный огнемёт «Шмель». По словам духовника православной гимназии отца Владимира, любовь к Родине и готовность защищать ближних – это не только гражданская, но и христианская ценность. Бог есть любовь. И кто в любви пребывает, тот в Боге пребывает. Далее Господь говорит нам словами Евангелия, что нет больше той любви, кто душу положит за други свои. То, что знаем мы, должны знать наши дети и наши внуки. То есть хранить ту память, которая передаётся нам с поколения в поколение. Любовь к Родине, к своей отчизне, к своим родным и близким. Это очень важно в наше время. После знакомства с вооружением и другими военными атрибутами ребята смогли пострелять, попробовать свои силы в сборке и разборке автомата. И в завершении урока для них подготовили две мини-игры. Лазер-так и танковый дуэль на радиоуправляемых моделях. На вопрос о том, зачем всё это нужно, и что произойдёт, если отказаться от патриотического воспитания, Павел Наваев дал исчерпывающий ответ. В этом случае не будет ничего. Не будет государства, не будет Родины. И если в младшем возрасте не показывать, не объяснять детям, что такое патриотизм, что такое Родина, как защищать Родину с оружием в руках, ну, мы свою страну потеряем. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Спорные моменты удаления и сломанные клюшки. Атмосфера на ледовой арене в эту субботу была напряжённой. Соперники не отдавали друг другу преимуществ на протяжении всех трёх периодов. Счёт открыл хоккейный клуб «Саров». Андрей Калашников отправил шайбу в ворота соперника на 10-й минуте игры. Уже на 11-й минуте хоккейный клуб «Спарта» сравнял счёт. Первый период завершился ничьёй 1-1. Второй период закончился со счётом 3-3. Победитель не определился и к концу основного времени. Соперник хороший. Мы с ним не первый раз сыграем. Всегда игры очень напряжённые получаются. Достойно играли. Я ещё раз повторюсь, могли они выиграть в основное время, могли мы выиграть в основное время. Мы сейчас, получается, 7 игр сыграли. Вот эта седьмая игра была. Одну игру проиграли. Ну и вот здесь очки потеряли. Дополнительное время также не изменило ситуацию. Судьбу матча решила серия булитов. Здесь забил победный гол и вырвал победу у Сарова Валерий Жуков. Счёт булитной серии 2-3. Мы начали не очень хорошо, в развалочку. Потом собрались, добавили в движение. Неплохая игра, там очень приличная команда. Ну и в конце булит эта лотерея. Не хватило мастерства. В целом неплохо. Особых претензий так нет никому. Молодцы, пацаны старались. Несмотря на поражение, первая домашняя игра нашей команды в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею принесла первое долгожданное очко в турнирной таблице. Впервые за долгое время хоккеистов могли поддержать зрителей на трибунах. Согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, посидеть это мероприятие могло не более ста человек. Настроение крутое. Игра сложная, довольно сложная. Соперники тоже непростые. Наши победят и наши крутые. Игра впечатляет, конечно. И соперник серьёзный. В АЧИ там, можно сказать, в сборной области играет ребята. Они, конечно, более серьёзные соперники. Но наши тоже не сдаются. Молодцы. Следующая игра пройдёт 6 февраля. Хоккейный клуб «Саров» встретится на своём льду с хоккейным клубом «Кстово» в 13.00. Продажи билетов стартуют 2 февраля на платформе «Умный Саров». Если не все билеты будут проданы онлайн, то их можно будет приобрести в кассе в день матча с 12 до 13.00. Канал «16» традиционно будет транслировать встречу в прямом эфире. Игру можно будет увидеть в наших социальных сетях, официальном канале в Ютюбе и на телеканале «Саров-24». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Склонившись над памятным альбомом, летописью «Дельфина», на страницах которого запечатлена история бассейна «Старая гвардия», возвращается в детство. Они были первыми воспитанниками секции плавания, которая появилась в нашем городе 55 лет назад. «Дельфин» хотели сдать в конце 65-го. В сентябре по всем школам дали объявление «Идёт набор», а точнее «отбор». Желающих попасть в секцию собрали на центральном стадионе и дали три задания. Пробежать 60 метров, выполнить становую тягу и показать силу лёгких. Надо было, что есть мощь и думать спирометр. Из тех, кто прошёл, сформировали группы и отправили в зал на сухое плавание, готовиться к финальному испытанию на воде, когда откроют бассейн. Вот как этот волнительный момент вспоминает Игорь Травов. Я был в списке последней, вот со знаком вопроса, как сейчас помню. Я посмотрел у неё, вот этот, в Раисе Фимовне, значит, в блокнотике там. И, наверное, я так понял из-за того, что я ей сказал, у меня было, ну, что ты можешь, а что ты можешь. Я говорю, ну, я могу пронырнуть бассейн. И вот этим я, может быть, её, как бы, себе место забронировал. То есть я проныривал до 25 метров, тогда это было, ну, наверное, для пацана, в то время, что такой семиклассник. И получается, что... и после этого мы начали уже тренироваться. Занимались после школы и до начала занятий, прибегая на уроки с мокрой головой. Плавали по три раза в неделю, а в каникулы каждый день. Начались первые соревнования. Эти поездки дельфиновцы старой закалки до сих пор вспоминают с особой теплотой. Однажды ребятам даже посчастливилось увидеть мастер-класс от прославленного советского пловца Владимира Буре, отца известных хоккеистов Павла и Валерия. В бассейне работало несколько тренеров, и у каждого был свой подход. Например, Борис Константинович Квитковский, который занимался с ребятами по вечерам после работы, очень любил вывозить своих воспитанников на большую воду. Он брал лодки в прокат. И не лодки, а единственную лодку он брал. И он греб. А мы от Маслихинского моста плыли до плотины за ним и обратно. Представить себе можете, какое расстояние? Огромнейшее. Так вот, начинаешь его догонять, он усиливает. Все. И вот мы такими вот темпами, то сбавляет, то наращивает темп. Вот это были тренировки на открытой воде. Было, ну, чудесно просто-напросто. За эти 55 лет через «Дельфин» прошли сотни саровчан. Одним из самых прославленных воспитанников городской секции плавания стал Анатолий Рыбаков. В 70-х годах в составе сборной Советского Союза он принял участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Колумбии и чемпионате Европы в Австрии, откуда привез серебряную и бронзовую медали. Нынешнее поколение ребят тоже ставит перед собой амбициозные задачи. Сегодня в «Дельфине» только на бюджетной основе занимается 250 юных саровчан. Достигать успехов им помогает отличная база. Десять лет назад бассейн перестроили, оставив от старого здания только саму чашу. Не хватает разве что тренажерного зала и системы электронной фиксации финиша, которые, как считает Федерация плавания, помогут вывести наш бассейн на качественно новый уровень. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин